Здравствуйте, друзья! Сегодня вы увидите... Ну вот, сегодня будем снимать гнездо сороки. Вот такой гнездо сороки. Ну, в принципе, вороны. Ой, говорю, вороны и сороки. Умные птички. Должны все сделать как им надо. Вот, что это такое растение здесь у нас растет? Вот во что приоритет. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Всем добра! На календаре уже осень, но у нас еще тепло. И мы спешим порадовать вас очередным отчетом о нашем летнем отпуске. А также о том, как мы обустраиваем наш деревенский дом. Лето в этом году задержалось подольше. И это нас очень радует. Хотим поделиться с вами теплыми денечками. Ну вот, сегодня будем снимать гнездо сороки. Постараемся его снять и поместить на... Вот, тут и проволока у них, и веточки. И поместить на другое дерево. Потому что эти деревья будем убирать весной. Да, крепко они его прицепили. Сейчас снимем. Оно все из глины, слушай. И обмотано проволокой, не проволокой, а этой ветками. Вот природа, как сдала, да, ума птиц. Да. Из проволочек. Дожди подержу. Пятую точку держу. Вот такое гнездо сороки. Здорово. Ну да. Представляешь, все из глины. Ты не висни на гнезде-то. А то я еле держу его, оно уже тяжелое. Из глины. Это травка. Травка, да, солонка. Она даже мягонькая. Все, понесу. Повешу его, вешать на дерево. На другое. Буду забираться без рук. Не знаю, удобно это дерево будет. Для нее. Ну, я думаю, оно свалится. Почему? Не знаю. Если обмотать проволокой, то не свалится. Или веревкой. Ну, попробуй. Ну, попробую. Давай, ты дейти. Вылезаю без рук. Сейчас я наверх, на яблоню по лестнице. И пристроил гнездо среди веток. Не знаю, как оно будет держаться там. Но я думаю, что они прилетят и его немножко доработают. Если хотят использовать. Они его доработают, и там кто-нибудь будет выводить птенчиков. Высоко. Раз, два, три, четыре. Где-то метров пять высота. Дерево это крепкое. Не то, что те вишенки были. Единственное, что здесь крыши у них нет. Там у них на том гнезде была крыша приделана сверху. И они не мокли таким образом. Ну, в принципе, вороны. Ой, говорю, вороны-сороки. Умные птички. Должны все сделать, как им надо. Ребята. Оля собирала сейчас вишню в нашей чаще. Вот в этой. Доставала тут ягодки. И нашла какой-то куст. Он вот такой вот полосатый. Не знаю, что это за растение такое. Вот у него такие плоды. Вот такие ягодки. Вот. Что это такое за растение? Здесь у нас растет. Причем вот. Вот. Много их. Такие цветы. Такие ягодки у него. Плодов на нем, ну, так, внушительное количество. Они вот потом краснеют. То есть вот так вот становятся. Вот такие вот оранжевые. Выплевывает какое-то вот. Какое-то семечко. Что это за дерево такое? И можно ли его культивировать? Или просто тоже срезать? Потому что весной собираемся срезать. Вот не знаем. Надо его срезать или нет. Подскажите, пожалуйста. Вот во что превратилась трава, которую мы срезали в первый день приезда. За месяц. Прямо чистый навоз получился. Сейчас ее в компостную кучу перетаскаю. И пусть перегнивает. Потом раскидаем под кусты смородины, малины, под яблони. И все разложим. Пусть питается. Столбики зарыли. Будем сегодня сеточку дотягивать. Так, ребята. Дом у нас здесь. Вернее улица вообще. Она идет под уклон. Соответственно, вот правая часть дома выше, чем нижняя. Чем левая. Левая часть ниже. Небольшой уклон. Не знаю даже градусов сколько. И вот такое ощущение, что дом заваливается направо. То есть направо, вот как будто бы вот сюда. Вот эта часть. Такое ощущение, что заваливается направо. Хотя так вроде смотришь, вроде бы все ровно. А издалека, да и в самом доме, пол вниз как бы направо наклонен. Не знаю даже. Как это проверить, более точно замерить, неизвестно. Так как здесь уклон идет вот сюда вниз. Вот эта часть вниз. Дом, соответственно, строился с учетом этого. И правая часть фундамента более заглублена, чем левая. С левой части здесь фундамент повыше. Чтобы пол был ровный. Вот так вот смотришь, вроде все ровно. Дом не кривой. А если зайти справа, то такое ощущение, что дом падает направо. Или это все кажется. Вот смотрите, видите, да? Вот эта вот палочка. Ну вот эта балка, зашивка, где бревна зашиты. Торцы бревен. Такое ощущение, что завалилась направо. Не знаю. Так внутри все сухо, крепко. Не знаю, что, в чем причина. Фундамент здесь кирпичный. Он, в принципе, никуда не ушел. Все на месте. Если приложить этот пузырек. Вот так, пониже. Не знаю, что это даст, конечно. Ну, немножко есть уклон. Вот если так это двигать. Вот с такой щелью. То пузырек выравнивается. Вот, пузыречек выравнивается. Если приложить вдоль по дому. Небольшой уклон есть. Нужно какой-то маячок поставить. Здесь меньше. А здесь больше. Ну, не сильно. Разница не сильно видна. Посмотрим. Вот этот первый столбик отъюстировали. В принципе, нормально. Он у нас угловой. И сюда, и сюда. Если поставить здесь эту штуку. Под названием уровень. То, в принципе, довольно-таки все ровно стоит. По этому пузырьку. Ну, с незначительными расхождениями. Так что здесь все нормально. Если так смотреть. Если так смотреть, тоже ровно. И так. Тоже примерно ровно. В общем, все не криво. Все хорошо. Заборчик. Сетку натянем. Здесь немножко со столбом ошиблись. Ну, я думаю, это незначительно для сетки. Это нормально. Ну, не будет сетка сильно выпячиваться. Немножечко и вот тот столб поставили. Кривоватенько. Ну, в среднем. В серединке. А здесь сделали нормально. Да, ошиблись мальца. Вот с этим столбом. Смотрите в следующем видео. Столбики вкопаны. Распутали сетку. Крепим сеточку. Натягиваем трос. Скамья примирения. Можно приезжать мириться. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин